Приветствую всех зрителей у себя на канале. Продолжая тему советских трансформаторов, сегодня я бы хотел протестировать и изучить вот этот прекрасный трансформатор из легендарной линейки OSM. Трансформатор называется OSM1-0.063 кВА или 63 ВА. Несмотря на то, что он компактный, он обладает всеми достоинствами трансформатора этой линейки. Первичное напряжение 220, то есть это сетевой трансформатор на вторичной обмотке обеспечивает напряжение до 24 вольт с отводом от 5 вольт. Здесь знак качества, дата выпуска 1987 год, завод-изготовитель, технические условия, штамп УТК, все в общем-то по канонам, все классно. Это серьезный трансформатор. В прошлых роликах я показывал, на что способны советские трансформаторы, только кратковременно. В ходе данного видеоролика есть необходимость протестировать данный трансформатор на максимальных возможностях, но нужно именно его заставить работать долговременно, то есть понять, на что он может при долговременной работе. Потому что образовался вот такой повод. Знакомый человек мне попросил изготовить сразу 5 или 6 зарядных устройств по схемотехнике ресурс 1, то есть это автомобильное зарядное устройство со всеми защитами и всем остальным. После того, как посмотрел мои видеоролики. Ну, в целом я частными заказами не занимаюсь, но человек близкий мне, плюс ко всему будет еще дополнительный повод заснять видео на эту тему. Надеюсь, все получится. В общем, вся силовая элементная база у меня имеется, то есть там полупроводники, заводские платы и прочее, прочее. Но стал вопрос именно, какой трансформатор туда поставить. Я знаю, на что этот трансформатор плюс-минус способен по своим характеристикам, именно которые заявляет производитель. Но все же, хочу понять, может ли он долговременно обеспечить плюс-минус там нормальные токи для заряда автомобильных аккумуляторов хотя бы от 5 А. И насколько он сильно при этом будет нагреваться. Думаю, что вам тоже интересно. По мощности, повторюсь, понятно, что мощность этого, ну, это далеко не тот трансформатор, который должен стоять в зарядном устройстве. Но все же советские трансформаторы имеют запас по мощности. И почему бы и нет? Стоит проверить. Потому что есть вариант на барахолке взять такие аналогичные трансформаторы, буквально полностью новые, по приемлемой цене. Так что мы в ходе данного ролика его протестируем. Значит, вторичное напряжение, ну, вторичную обмотку, если все, конечно же, получится. Мне придется перемотать, потому что нужно около там 18-20 вольт. И, конечно же, более толстым проводом нужно все это намотать. Благо, сердечник этого позволяет. Обратите внимание, сердечник далеко не до конца заполнен. Здесь очень удобное крепление. Все очень надежно. Сам сердечник, значит, здесь два У-образных сердечника. Ну, по факту аналог Ш-образного сердечника. Обмотка намутана на каркасе, который находится на центральном керне. Здесь очень удобные клеммы. Все это дело выглядит очень компактно. Достаточно небольшой вес имеет. Удобно будет расположить в корпусе от компьютерного блока питания. Именно там и собираюсь собрать зарядное устройство. Но там лицевая и задняя панель будут уже переделаны полностью. Так, ну, сейчас давайте начнем наше испытание. Наш трансформатор включен в сеть. Давайте для начала проверим холостой ход и сетевое напряжение. Значит, в сети у нас ровно 230 вольт. И ток потребления устройством составляет 60-70 мА. Видим. Ну да, 60-70 мА при питании 230 вольт. Учитывая то, что расчетное напряжение на первичной обмотке с завода у него меньше, то и, соответственно, холостой ход был бы меньше, если бы у нас сети было 220. При этом давайте еще проверим напряжение на вторичной обмотке. 28 вольт. Оно и понятно. Место 24. Теперь давайте мы его нагрузим. Итак, друзья, трансформатор я нагрузил вон тем реостатом большим. Ток, который снимается со вторичной обмотки, составляет 4,4 А практически. Напряжение на вторичной обмотке при этом составляет 22,6 вольта. Учитывая закон Ома, здесь на выходе сейчас 100 ватт. То есть, этот трансформатор нагружен нагрузкой, которую потребляет от него 100 ватт. Ну, давайте дождемся. Это, кстати, для него уже запредельная мощность, между прочим. Но я делаю акцент на то, чтобы при питающем напряжении около 12 вольт более 5 ампер или около 5 ампер с учетом всех потерь на выходе получить. А потери тут будут, так как здесь будет два диода, там тиристоры. С учетом всего этого получить на выходе около 5 ампер. Так, ну, трансформатор уже тепленький. Он работает минуты 2-3 уже. Ну, там сердечник еле-еле теплый. Подожду минут 10, сделаю температурные замеры. Если он за это время не сгорит, то продолжим дальше. Еще вот, думаю, возникнут вопросы по поводу первичных характеристик, чтобы сделать расчет КПД. Вот, 4,3 ампера у нас при питающем напряжении 20, при выходном напряжении 22,6 вольта практически получается. А вот это то, что мы имеем на первичке. Ток, потребляемый от сети, составляет 560 мА, при этом питающая сеть имеет напряжение 230 вольт. Так, думаю, все понятно. Ну, 600 мА практически. Там 580-600 мА. Думаю, все понятно. Прошло, ребята, 10 минут ровно. Сейчас я запускаю амперметр, опять же, чтобы мониторить ток. Ну, 4,3 ампера, это понятно. То есть, есть некоторые нестабильности, связанные с нагревом реостата, с нестабильным сетевым напряжением. Ну, в целом, все так, как было изначально выставлено. Давайте посмотрим на выходное напряжение. Ну, 22, опять же, гуляет в некотором пределе. Нормально. То есть, плюс-минус, там где-то 100 ватт на выходе у нас есть. Но я вот немножко посчитал, что, в принципе, мне достаточно и 80 ватт на выходе снять, но 80-85 ватт. Так что, возможно, 100 ватт это я перестарался. Значит, вот у нас в руках высокоточный инфракрасный пирометр. И давайте измерим температуру на обмотке. Он регистрирует показания с очень высокой скоростью. То есть, у пирометра обновление происходит очень быстро. Так, наблюдаем, что вот максимальная температура, которую зафиксировал пирометр, 82 градуса. Это температура обмотки. Значит, некорректно измерять с пирометром температуру на блестящих поверхностях, но сделаем исключение. Скажем так, значит, вот он показывает 46 градусов, это на сердечнике. И вот я на ощупь плюс-минус то же самое чувствую. То есть, в пределах там 45 градусов сердечник нагрелся. Это может означать, что у сердечника есть определенный запас. Просто обмотка тонким проводом намотана. Хотя непонятно, что греется именно первичка или вторичка. Но я думаю, что именно вторичная обмотка здесь. Да, палец уже не терпит. Да, горячо. 10 минут всего лишь с обдувом в виде вентилятора. Он, думаю, справится. 100 ватт он может и потянет. Без обдува рискованно уже там за 80 градусов. Это опасно. Так, понятно, что долговременно он не потерпит. Сейчас я его отключаю, даю остыть и попробую на мощности где-то 80 ватт посмотреть, что с ним произойдет. Значит, не дождался, чтобы он остыл. Выключил минут на 5. Этого явно недостаточно, чтобы этот трансформатор остыл. Ну, в общем, значит, опять нагрузил. Выставлен ток 3,6 ампера. Ну, даже чуть-чуть больше. 3,7 ампера. Так. Напряжение на вторичной обмотке 22,8. Значит, 3,7 на 22,8. В итоге получаем мощность 84-85 ватта. Ну, и давайте подождем опять 10 минут. Сделаем замер температуры. Если опять будет зашкал, значит, буду перематывать обмотку вторичную. Здесь потому, что вот сердечник нормально себя чувствует. Ну, градусов сейчас, наверное, опять в пределах 45, там 50 градусов. То есть нагревается в пределах допустимого. Значит, прошло уже 40 минут. На протяжении, то есть 40 минут, выход трансформатора нагружен нагрузкой 80 ватт. Так. Значит, выходные характеристики, кстати. Ток, ну, 3,5, грубо говоря, ампера. Ну, и напряжение. Напряжение у нас составляет 23 вольта. Дабы не вводить в заблуждение вас по поводу температурных замеров, здесь я приклеил черную изоленту, чтобы замер был более корректным. Сердечник уже нагрелся больше. Так. Так, сейчас я вам покажу это. Так. Вот мы проводим по всему сердечнику. И 62 градуса. Вот, обратите внимание на максимальное значение, которое пирометр зафиксировал. Так. Ну, он может и среднее выводить, но это не столь важно. Максимум 62 градуса. Он нагрелся. Рука терпит, но горячо. Значит. Так. Еще я забыл показать, сколько обмотка у нас. Самое важное, да? 87 градусов, друзья. Почти 90 градусов. То есть обмотка. Это учитывая то, что сейчас эта штука работает. Охлаждение здесь естественное. В принципе, я думаю, 80 Ватт с него можно взять. И даже 100 Ватт можно взять. Если, значит, он будет работать с вентилятором. Если же не собираетесь ставить вентилятор, то в исходном именно состоянии этот трансформатор не лучший вариант для зарядного устройства. В частности, автомобильного. Потому что он будет еще и в закрытом корпусе работать. И, следовательно, будет нагреваться больше. То есть, ему номинал это около 60-65 Ватт. Столько можно взять. Если попробовать больше, то идет нагрев. Он в таком вот состоянии будет работать без проблем. Но все же я не советую. Что я хочу сделать в следующем видео? Значит, как я понял, здесь сердечник, в принципе, нагревается. Но не катастрофически высокая температура. Хочу попробовать перемотать вот эту обмоточку. Потому что здесь, сами видите, что окно не заполнено. Есть еще много места. Хочу более толстым проводом намотать. Порядка 18 Вольт. И попробовать. Есть у меня собранная плата ресурса. Попробовать, в общем-то, именно на практике зарядить автомобиль. Ну, нагрузить, да. Уже в схеме зарядного устройства. Посмотреть, что с ним станет. Вообще, в идеале, вот 100-120 Ватт – это самый минимум, я считаю, трансформатор, который должен быть в автомобильном зарядном устройстве. Это, если речь идет о зарядке, там токами 6-7 Ампера. Такие, к сожалению, не лучший вариант. Очень-очень жаль. Но эксперименты, ребята, продолжаются. Я думаю, что вам тоже было интересно. В общем, мой вердикт. Вердикт 60-65 Ватт долговременно. 80-100 Ватт, если есть обдув. Это максимум, на что способен трансик 0,63 кВт Ампера. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оценить это видео, подписаться на мой Инстаграм. И до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»